Какие страны открыли границы для россиян? Сейчас попытаемся в этом разобраться. Для россиян открыто 22 страны. Если вы хотите въехать в Черногорию через Сербию, то вас отправят на 14-дневный карантин. Сайт Федерального агентства по туризму и сайт Самокатус. Про эти страны тоже забываем, обсуждать их не будем. Как ни странно, в США въезд россиянам разрешен. Здравствуйте. Осень на дворе, на российских курортах заканчивается сезон. Куда податься нашему туристу? Где нас ждут? Какие страны открыли границы для россиян? Сейчас попытаемся в этом разобраться. Я облазил весь интернет и постарался саккумулировать всю информацию. И сейчас расскажу, что получилось. Но вы должны понимать, что эта информация будет постоянно меняться. Ситуация нестабильная, коронавирус, пандемия. Какие-то страны открывают границы, какие-то страны закрывают границы. То есть информация актуальна на данный момент, на начало октября. По данным сайта SkyScanner, для россиян открыто 22 страны. Частично открыто 105 стран. И закрыты 73 страны. С закрытыми странами все понятно. Закрыты и закрыты. Частично открытые страны пускают не всех и на определенных условиях. Например, посещение страны с целью учебы, работы, лечения, воссоединения с родственниками и по другим важным причинам. Закрытые и частично открытые страны забываем, обсуждать это не будем. Нас интересуют открытые страны для россиян, для россиян-туристов. Надо отметить, что данные в интернете из разных источников разнятся. Например, на других сайтах, скажем, сайт Самокатус, открытых стран числится значительно больше, нежели 22 страны, заявленные на SkyScanner. И сейчас мы опираться будем на эту информацию. Сразу скажу. Открытые страны делятся на две группы, в которые можно въезжать спокойно, свободно, и страны, которые отъезжающих требуют отбытия карантина. Обычно это от 7 до 14 дней. Это такие страны, как Армения, Великобритания, Иордания, Непал, Нигерия, Тунис, Узбекистан, Южная Корея. Для простого туриста наличие карантина полностью лишает смысла посещения такой страны. Про эти страны тоже забываем, обсуждать их не будем. А вот на условиях посещения открытых стран и не требующих карантина остановимся подробно. Сразу скажу, что добрая половина из списка открытых стран для среднестатистического россиянина с туристической точки зрения не представляет интереса. Это такие страны, как Пакистан, Ливан, Мьянма. Также есть часть стран, услышав названия которых, обычно следует вопросу, а это где? Это такие страны, как Сьерра-Леона, Антигуа и Барбуда, Бермуды и тому подобное. На обсуждение посещения этих стран мы тоже не будем тратить время. В первую очередь перечислю страны, посещать которые можно без каких-либо условий. Наличие тестов, медосмотров и прочего. Как говорится, добро пожаловать, чувствуйте себя как дома. Прежде всего, это, конечно же, Турция. Страна, которая является не только любимым курортом наших соотечественников, но и также крупнейшим международным пересадочным узлом. Далее по списку Сербия. Въезд свободный. Черногория. Въезд для россиян свободный, но при условии, что за 14 предыдущих дней вы не посещали страны из желтого списка правительства Черногории, в которые, кстати, входят Соединенные Штаты и Сербия, о которой мы только что упоминали. То есть, если вы хотите въехать в Черногорию через Сербию, то вас отправят на 14-дневный карантин. Это нужно знать. Далее. Бразилия. Албания. Киргизия. Беларусь. Это страны, в которые можно въезжать без ограничений. Мексика. Въезжать можно без ограничений, но иммиграционной службе при въезде надо предоставить заполненную форму, которая оформляется перед выездом вот на этом сайте. Далее. Доминиканская республика. Теоретически при въезде нужна справка «Отрицательный тест на коронавирус», который делается не ранее, чем за 5 дней до пересечения границы. Но если такой справки нет, то в аэропорту тест можно пройти бесплатно. По прибытии также необходимо заполнить медицинскую анкету. И осталось обсудить страны, въезд которых разрешен, без карантина, но нужно соблюдать определенные условия, либо предоставлять определенные документы. Начну с США. Как ни странно, в США въезд россиянам разрешен. Нужен ли тест на коронавирус? Это зависит от того, в какой штат вы прилетаете. В каждом штате свои требования. Узнать эти требования можно на сайте авиакомпании «Дельта». К тому же, есть обширнейшие списки государств, после посещения которых в течение 14 дней в США вас не пустят. К слову сказать, Турция и Россия в этом списке не числятся. Ну и, естественно, россиянину нужна виза. На данный момент Соединенные Штаты не выдают туристические визы. Поэтому посетить вы можете эту страну только при условии, что у вас когда-то в докоронавирусные времена уже была сделана виза. Египет. Еще один любимый курорт наших соотечественников. В Египте требуют справку «Тест на отсутствие коронавируса». Срок ее действия 72 часа. Если вы прилетаете в Каир, эта справка необходима. Ее нужно иметь с собой. Если вы прилетаете в курортные зоны, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, то этот тест можно пройти прямо в аэропорту. Его стоимость 30 американских долларов. Танзания. Также требуют справку об отсутствии коронавируса. Срок ее действия также 72 часа. В самолете путешественники заполняют медицинский бланк. И этот бланк вам в Танзании постоянно необходимо будет иметь при себе. Мальдивы. Также нужна справка от коронавируса. Срок действия 72 часа. За 20 часа до прибытия турист должен заполнить декларацию о здоровье. Также необходимо подтверждение бронеотеля. Арабские Эмираты. Турист должен пройти ПЦР-тест в любой аккредитованной лаборатории в своей стране. Срок действия 96 часов. Еще при прилете необходимо установить мобильное приложение управления здравоохранения Дубая. К слову сказать, что из всех Эмиратов открыт только Дубай. Хорватия. Требую справку об отсутствии коронавируса. Срок действия которой 48 часов. В случае отсутствия справки вас поместят на карантин на 14 дней. Также туристу необходимо подтверждение бронеотеля. Перед въездом в страну надо заполнить анкету. Ну и соответственно россиянам, как и было до этого, обязательно нужна виза. Греция. 7 сентября Греция ограниченно открыла границы для россиян. Въезд разрешен 500 туристам в неделю. Для въезда вам понадобится Passenger Locator Form, который можно оформить вот на этом сайте. Марокко. 10 сентября страна открыла границы для туристов и стран, с которыми действует безвизовый режим. Для въезда нужно предъявить справку об отсутствии коронавируса и документ, подтверждающий бронь отеля. Ну и напоследок Казахстан. Требуется справка об отсутствии коронавируса. Если у вас такой справки нет, вы должны сделать тест в течение 48 часов по прибытию. Либо отбыть карантин 14 суток. Ну вот общая информация по всем странам, которую я смог собрать и об этом я вам рассказал. Полезные сайты. Здесь вы сможете найти не только самую оперативную необходимую информацию об открытии и закрытии границ для россиян, но и также узнавать самые свежие новости из мира туризма. Это сайты Турпром, Скайсканер, сайт Федерального агентства по туризму и сайт Самокатус. Ссылки вы найдете под этим видео на ютубе. Осталось лишь добавить, что открытость границ определенных стран совсем не означает наличие авиасообщений из России с этими странами. Поэтому, возможно, вам придется добираться через Лондон, Стамбул, Минск и другими окольными путями. Но это уже совсем другая тема. Всем удачи и хороших путешествий. Продолжение следует...